Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрик. В сегодняшнем видео я опытным путем проверю, можно ли переделать модульные трехполюсные или двухполюсные автоматические выключатели в однополюсные путем удаления перемычки на рычажках управления. Объясню суть. Предположим, что мне нужно в щитке установить три однополюсных выключателя с номинальным током 16 А. Ну вот хоть убей, под рукой в наличии их не оказалось. Зато под рукой оказался, случайно под рукой оказался трехполюсный автомат с таким же номинальным током 16 А. Ну вот и замечательно, казалось бы. Осталось убрать перемычку между рычажками включения и готово. У последних серий ЭК, вот как, например, автомат ВА4729, металлическая перемычка очень легко убирается. То есть вот сюда нужно надавить или скрепочком, или шилом и вытащить ее в сторону. Берем скрепку или шило, или что-то подобное. Надавливаем. С одной стороны на перемычку. Здесь вот там, видите, уже вышло. Сейчас надо утконосами или что-нибудь ее вот здесь вот подцепить. И вытащить. Вот эта перемычка металлическая. Вот она вот сюда вставлялась. И вытаскиваем. И теперь у нас каждый полюс включается самостоятельно. По отдельной. Проверим работоспособность автомата, вернее состояние его контактов уже со снятой перемычкой. Так, ставим режим прозвонки. Так, работаю одной рукой, так что они... То есть разрыв, разрыв, разрыв. Все верно. Включаем первый полюс. Замкнут. Разрыв, разрыв. Включаем средний полюс. Разрыв. Замкнут. Разрыв. Ну и последний полюс включаем. Разрыв. Разрыв. И замкнут. И кажется, все в порядке. То есть убрали перемычку, получили как будто три однополюсных автомата. Каждый автомат включается по отдельности. Контакты все исправны, все работает, все в порядке. И казалось бы, к чему вообще я снимаю данное видео. А вот к чему. Давайте попробуем прогрузить током какой-нибудь один полюс данного автомата. До срабатывания его теплового, ну или электромагнитного расцепителя. Для прогрузки автомата я воспользуюсь уже знакомым вам испытательным прибором RITOM-21. Так, ну, в общем, схему его подключения, про схему его подключения я уже вам рассказывал в предыдущем видео. Это видео про проверку теплового расцепителя автомата VA5731, то есть автомата промышленного назначения. В общем, использую такой же выход, то есть источник 3, выход И5. Подключая питающий кабель, у него здесь широкие наконечники в автомат не влазит. Поэтому воспользуюсь вот такими специальными переходниками на гибкой связи. Причем очень удобно. Эта часть вставляется под зажим автомата. А сюда уже с помощью винта и гаечки в виде барашка подключается сам силовой кабель. Очень удобно. Теперь включаем сразу все три полюса автомата. Так, напомню, что на первом полюсе у нас подключены силовые провода для прогрузки именно первого полюса. Чтобы долго не ждать срабатывания автомата, прогрузим его четырехкратным током от номинального тока. То есть номинальный ток автомата в данном случае составляет 16 ампер, четырехкратный ток при этом будет составляет 64 ампера. Согласно время токовой характеристики на этот автомат, тепловая защита или тепловой расцепитель при этом токи должен сработать за время от примерно 1,8 секунды до 18 секунд. Вот такой предел. Настраиваем устройство Riton. Выбираем источник питания. Это у нас будет И5, то есть источник 3, выход И5. Так, удерживаем. Выбираем источник. Ну, давайте сделаем длительный. В принципе, быстро ток наведем. Дальше выбираем секундомер T. Так. Источник, мультиметр, секундомер. Стандартный секундомер. Так. Секундомер будет стартовать от источника 3. То есть при появлении тока на источнике 3, секундомер начнет считать. Так. Теперь выберем, при каких условиях секундомер остановится. Так. Можно выбрать по контакту K2. Можно выбрать по току И5. Я выберу по току. Предела ставим 70. У нас ток будет не больше 70 А. Так. Все у нас готово. Быстро включаем тумблер. И наводим ток 64 А. Не успею, сработает. Примерно вот. Отключаю. Так. Сбрасываю. Время. И поехали. Ток 64 А. Отключился автомат. Тепловой расцепитель проверяемого полюса отключился за время 3,64 секунды. Почему так мало? Потому что до этого я уже его прогружал в этот полюс. И он не успел достаточно остыть. Все отлично, казалось бы. Но. Есть большое но. Если вы заметили. Отключился не только полюс. Проверяемый полюс. Но и два оставшихся соседних полюса. Как так? Почему? Ведь мы же прогружали только первый полюс. А перемычка между рычажками снята. То есть. Отключились все равно. Все три полюса. Давайте еще раз попробуем. Включаю опять все три полюса. Вот так, наверное, сделаю. Виднее. Включаю источник. И поехали. Оп. Видите, опять отключились все три полюса. Хотя прогружаем только первый. Ток состоял 6,303. Ну, это момент измерения последнее. Время отключения 4,38. Ну, давайте ради интереса проверим сейчас средний полюс. Так. Переключил на второй полюс. На средний полюс. Включаем также аналогично все три полюса. Здесь у меня все уже настроено. То есть. Это я сбрасываю эти параметры. И запускаю устройство. Поехали. И опять отключились все три полюса. Хотя тепловой рассыпитель сработал только в среднем. Ток состоял 65,22. Время отключения 4,68. Кстати, в пределах время токовой характеристики на данный автомат. Ну, и давайте аналогичным образом проверим еще и третий полюс. Также включаем все три полюса. Все три рычажка управления. Здесь у меня уже все настроено. Все по аналогии. Смотрим. Так. Здесь сбрасываем параметры. Так. Поехали. Оп. И ситуация у нас повторяется. Ситуация у нас повторяется. Так. Зафиксированный ток 64,82 А. Время срабатывания 5,46 секунд. В пределах время токовой характеристики. А теперь объясню, почему так получается. Внутри автомата полюса тоже между собой соединяются с помощью перемычки. Ну, там даже не как перемычка, там такая вилка. Поэтому фокус с убранной перемычкой на рычажках у нас не получился. В любом случае, при срабатывании одного из полюсов всегда будут отключаться соседние. На этом я хотел закончить видео. Но решил все-таки разобрать данный автомат, пожертвовать, раскурочить его. И показать вам, как это все дело там устроено. Сейчас высверлил заклепки и вскроем автомат. Посмотрим. Процесс идет. Очень неудобно снимать. Одной рукой. Так, ну все. Заклепочки высверлил. Так, ну вот немножко уже разъединил один полюс. Вот видно вот эту пластиковую вилочку. Пластиковый этот соединитель, который соединяется между первым и вторым полюсом. И такой же соединитель стоит между вторым и третьим. Вот одну перемычку я уже снял. Вон стоит еще, видно, еще одна. Внутреннее устройство вот эту перемычку поднимает вверх. А раз она связана с другим полюсом, механической связью, то есть вот через вот эти отверстия, то, соответственно, отключается и второй полюс. А второй полюс связан с помощью второй такой перемычки с первым полюсом, ну или с третьим. И поэтому механическое воздействие полюса, где сработала защита, передается через вот эти вот перемычки всем полюсам. Ну что сказать. В принципе, можно разобрать автомат. В принципе, можно эти перемычки убрать. И в принципе, можно аккуратненько его собрать. Можно даже собрать их поодиночке. Вот отверстия у нас остались. Можно их стянуть или также заклепать. Ну, в общем, это уже дело ваше. Кстати, на одном из форумов я читал ситуацию. Не нашлось во время монтажа трех однополюсных автоматов. И электрик, который собирал данный щиток, установил трехполюсный и убрал перемычку с него. Запитал таким образом квартиры. Причем это вводные автоматы. И что ж получается. Теперь при срабатывании теплового или электромагнитного рассыпителя в одной из квартир, то есть в одном из полюсов, то есть мало ли что бывает, ну, перегружит бывает, или короткое замыкание вдруг произойдет в одной из квартир, то на площадке отключится за компанию и оставшиеся две соседние квартиры. Прошу вас поделиться информацией об этой статье или об этом видео со своими коллегами, электриками, знакомыми, друзьями. Нужно по максимуму донести данную информацию и прекратить подобные ошибочные действия. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok